Библию Здравствуйте! Вы знаете, иногда библейские стихи просто похожи на шарики, которые так разбросаны по столу в хаотическом порядке. Но когда читаешь Библию в следующий раз и вспоминаешь, что они похожи, и начинаешь их у себя в голове складывать в один ряд, потом ты читаешь в следующий раз, вспоминаешь эти бусинки, что они разбросаны по разным местам Библии, и начинаешь понимать, что между ними есть какая-то связь неуловимая, что они соприкасаются друг с другом, и что нитка здесь внутри, похоже, есть. Я не могу ее доказать, я не могу ее показать, но когда я начинаю толковать одну бусинку, я просто помню о двух остальных, и не хочется толковать так, чтобы она противоречила всем остальным. Так сразу за разом эта нитка становится прочной, ты можешь прицелиться, куда ведет эта нитка. Давайте сейчас попробуем это сделать. Я нахожусь в Евангелии от Матфея, 25 глава, 31 стих. Это наша первая бусинка на сегодня. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенный Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы приняли Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным, или в темнице и пришли к Тебе?» И Царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев всех моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. И болкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из всех меньших, то не сделали мне. И пойдут сие в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную». Эта притча очень долго меня ставила в тупик вот чем. Да, есть праведники, есть злодеи. Во-первых, что они находятся в одном и том же стаде. Они считают себя рабами Господа. А во-вторых, понимаете, не одинаковые критерии применяются к овцам и козлам. Понимаете, когда козлы смотрятся на их дела, выбирается, скажем так, один процент того, что они не сделали. Скажем, человек 99 раз посетил больных, а один раз не посетил. Вот именно вот этот случай находится и применяется в вину. Теперь с праведниками, которые у овцы, совсем по-другому. Наоборот, 99 раз он этого не делал. Один раз сделал. С овцами вот этот вот один раз берется и ставится им в заслугу. То есть, как-то... Ну, где же здесь принцип? Так вот, наша первая бусинка... Вот она. В 33-м стихе. И поставил овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Я не хочу здесь делать толкование. Тут очень много толкований. Я просто хочу показать то, что похоже на другие бусинки. Меня интересует правая сторона и левая сторона. Кстати, если на русском слово «право» звучит вместе с... Созвучно со словом «правий», «праведный», это выходит, наверное, из того толкования, что я хочу вытащить, но в иврите это никак не связано. Давайте откроем нашу вторую бусинку. Это... Это Экклезиаст. Десятая глава, второй стих. Давайте посмотрим, что здесь написано. Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую. Ага, все ясно. Значит, где-то это все вопрос решается не в делах, а в сердце. И второе, что это сердце тащит человека. Значит, как у нас? Мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую сторону. Все понятно. Так, теперь третья бусинка. Вопросы остаются, но нам поможет еще третья бусинка. Где она? Она тут рядышком. В книге Притч, третья глава, шестнадцатый стих. Смотрите, это интересное место. Здесь идет Мессия персоналифицирован как мудрость. Здесь идет описание мудрости. В книге Притч, Соломона. Третья глава, пятнадцатый стих. Она, мудрость, дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с ней. Шестнадцатый стих. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее пути приятные, все стези ее мирные. Итак, долгоденствие в правой руке льио. Значит, мудрые тянутся до Господу, но их больше интересует правая рука, где находится долгоденствие. Орых-я-мин – это можно перевести длинные дни, то есть у человека будет долголетие. Можно перевести, что день будет насыщенный, полный, плодотворный. А в левой руке у нее богатство и слава. Внутри стада Божьего есть такие люди, которые стремятся к Господу, но и от Господа они хотят получить то, что находится у Господа, у мудрости, в левой руке. А в левой руке это богатство и слава. Есть такие люди, которые хотят получить от Господа богатство и славу. Они находятся внутри стада. Вы помните? И они хотят получить богатство и славу, стремятся к Господу, богатство и славу. Так вот, такие люди в книге Экклезиаста названы глупыми. И они остаются в стаде. Они по-прежнему рабы Господа, но они уводятся своим сердцем, уводятся на левую сторону и оказываются в Евангелии. Их уже называют козлами. Это значит, что нам в наших жизнях, как это практически мы можем осуществить, в наших жизнях нам нужна во всем умеренность, сбалансированность и правильное намерение. Нам нужно работать со своим сердцем, чтобы в нем была правильное намерение. Хасид спрашивает у Рэбби, Рэбби, ты ешь яблоко и я ем яблоко. Какая между нами разница? Рэбби отвечает, знаешь что, ты голоден и поэтому помолился для того, чтобы Бог благословил это яблоко. А я хотел благословить Бога, но нельзя его благословить. Просто так нужно благословить за что-то и поэтому я ем яблоко. Разница в намерении. Будьте благословенны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин